Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на продаже появился КВ-5. Только купить его за голду не получится. Предложение исключительно за реальные деньги. Сейчас обсудим данное предложение, выкатим машину из ангара. Ну и в целом обсудим чего стоит данное предложение. 15 баксов. Такая цена стоит у меня в Steam. Ваша цена может отличаться от моей, но в любом случае плюс-минус где-то я думаю в этих пределах. Что касается на полности данного набора, то здесь сам КВ-5. Внешний вид для него, но он не является каким-то уникальным внешним видом именно для этой тачки разработанным. Это просто каму, которую можно встретить на любой другой машине. Поэтому я его особой ценностью не считаю в данном наборе. Также сюда положили Х5 в количестве 20 штук исключительно для КВ-5. В целом да, неплохо можно будет реализовать, но прям фонтаном тоже не назовешь. Как мне кажется абсолютно ненужный аватар. Целых практически 3000 осколков фортиума. Вот это зачем здесь лежит я вообще не понимаю. Положили просто чтобы было для массовки. Сертификат на покупку техника, который дает скидку всего лишь в 10% для восьмерки. Ну честно говоря смешно. Ну и как обычно слот в ангаре, если вдруг у вас свободного места нет и открытое все оборудование, которое приблизительно 2 миллиона поможет сэкономить в виде серебра для того, чтобы не открывать оборудку на КВ-5. И за это все, ребят, просят целых 15 баксов. Я лично считаю, что это глупая покупка и не стоит покупать за реальные деньги КВ-5 по одной простой причине. Потому что реальный ценник на данную морально устаревшую машину, хотя неплохо играющую на сегодняшний день еще, все-таки составляет где-то тысяч пять с половиной. Ну пускай шесть в голом состоянии, а может быть даже и в составе какого-то годного набора. Если вы донатите в игру, лучше доплатите 5 баксов и в Киберпонедельнике возьмите себе вот это предложение. Здесь вы получаете 10 тысяч сразу, плюс 250 бустеров голды, которые неплохо сможете реализовать, даже если вы 50% игрок. И плюс к тому, вы еще получаете 10 черных контейнеров, из которых сможете достать еще дополнительные голды. Короче говоря, вот здесь вот кроется в любом случае порядка 15 тысяч голды. Поэтому зачем покупать себе КВ-5, если можно взять вот этот набор и потом себе взять какую-нибудь более годную восьмерку, которая будет гораздо интересней, фановей и результативней. Но это мое мнение, вы свое пишите в комментариях, а я пока побежал на Wargaming Game Center для того, чтобы выкатить машину из ангара, потому что Steam у меня работает крайне туго. Ну что ж, продолжаем разговор. КВ-5, что он собой представляет с технической точки зрения? Очень круто забронированная тачка, это действительно факт, но при этом всем он огромен, крайне неповоротлив и довольно-таки упрям в отношении передвижения. Я бы сказал, скучная машина в отношении того, чтобы кататься где-то по карте. Как обычно, обсудим с вами орудия, здесь их два и сразу ринемся в бой для того, чтобы заценивать все остальное. Есть базовое орудие, которое, я бы сказал, отличается более высоким ДПМом, потому что у него на полсекунды, может чуть больше, КД более короткое. Здесь КД составляет 7,87. При этом бронепробитие у него просто на уровне Плинтуса. Для восьмого уровня всего лишь 167 единиц. Еще пойди выцели какой-нибудь тяж для того, чтобы его пробить. И что касается подкалиберных, то не особо они помогают, потому что 219 пробития, тоже, я бы сказал, далеко не фонтановый показатель. При этом средний урон 320 единиц на базовом снаряде. Если вы ставите себе топовое орудие, то вы получаете ДПМ, который не намного хуже. Да, пускай чуть дольше время сведения, ой, простите, время перезарядки в 8,5 секунд. Но я бы не сказал, что это прям катастрофа и действительно существенно. 219 по пробитию, 250 на голдовых снарядах и те же самые количество единиц урона, которые вы можете наносить за выстрел на всех типах снарядов. Ну и что касается углов склонения, тоже не меняются, вниз минус 7. Поэтому, честно говоря, зачем вот это орудие сюда впихнули, я не совсем понимаю. То есть, кому оно надо, кому оно заходит. Или это просто для того, чтобы немножко пострадали перед тем, как на своем же премии, который сами же себе купили за свои же деньги, вы сможете открыть себе вот это топовое орудие, на котором, в принципе, все играют. Ну что, ребят, давайте возьмем машину и попытаемся ее заценить в реальном бою. Ну что, друзья, поехали. Я пока еще не настроил свой новый пресс-аккаунт, поэтому у меня есть вот эта великолепная зеленая стрелочка, плюс будут всплывать подсказки. Но факта зацена машины это не меняет. И, в принципе, будем заценивать все объективно. Как вы видите, передвигается по карте, ну прям совсем туго, да не могу. Вообще, еле едет. Нет, я понимаю, конечно, машина большая, тяжелая, хорошо забронированная. Но, опять-таки, ребят, факта того, как эта машина чувствует себя в отношении передвижения, это не меняет. И ваши ощущения от этого тоже меняться не будут. Я имею в виду осознание того, почему настолько туго. Поэтому будьте готовы к тому, что геймплей будет довольно-таки вялым. Перезаряжается довольно-таки неплохо. Перед тем, как продолжим с вами все это дело обсуждать, я хочу обратиться к ряду игроков, которые смотрят данные видео и смотрят, в принципе, не первое видео на моем канале. Ребят, вы не первый раз смотрите мои работы. Я больше чем уверен, что причиной тому является факт того, что эти видео вам нравятся. Заходит формат, заходит подача информации, да и, в принципе, возможно, заходит факт честности моих обзоров. Так почему вы не можете отблагодарить меня подпиской на канал? Если вдруг вы не знали, хотя я очень сильно в этом сомневаюсь, то есть наличие большого количества подписчиков на канале существенно способствует развитию самого канала, способствует все большему и большему предложению YouTube данных роликов другим зрителям. А посему у меня к вам просьба. Я стараюсь ради вас и думаю, что вам не очень сложно потратить секунду вашего времени для того, чтобы кликнуть на кнопку подписки. Также ставьте лайки видео и пишите комментарии. Все это существенно помогает развитию проекта. Спасибо вам за благовременно. Что касается самой машины. Я уже скатился вниз, я уже нахожусь вроде бы в гуще событий, но в то же время, как я понимаю, не сильно бодро развиваются эти события и, соответственно, особо приятного ожидать не приходится. Как вы видели, я стоял бортом и при этом все меня не смогли пробить. Понятное дело, что СМВ сейчас такого короткого расстояния и, имея хороший уровень пробития по снарядам, вполне спокойно меня проковыривает. Но я не могу сказать, что КВ-5 является неживучей машиной. Машина действительно живучая, действительно может долго стоять и держать оборону, может сдерживать направление, причем даже если против него будет несколько соперников. Это факт. Факт про данную тачку и именно за это КВ-5 многие любят. Могу ли я сказать, что данная машина является мастхевом? Нет, безусловно, не мастхев. На сегодняшний день этот танк больше дань истории, истории Блица и, в принципе, танкостроения в целом. Что же касается меня лично, я бы с удовольствием заимел себе данную тачку, но, опять-таки, повторюсь, я считаю, что данная машина стоит, ну, в лучшем случае на сегодняшний день, тысяч пять с половиной. С учетом того, что в игре есть огромное количество новых машин, ну и, соответственно, более интересные геймплеи предоставляющие. КВ-5 это для любителей спокойной игры, без напряга, без там прям сильного надрыва. Короче говоря, без всего того, чего порой просто-таки не хочется. Порой действительно хочется зайти в бой, просто спокойно отдохнуть и вот, как сейчас, даже не полностью, скажем так, обращать внимание тех ребят, которые с кормы подъехали, потому что, как вы видели, даже с кормы меня сейчас пробить не смогли. Годная ли эта машина? Да, в целом годная, но в то же время довольно-таки скучная. Сейчас посмотрим на результаты боя, попробуем зайти еще в одну катку, ну, просто потому что данный бой не является прям стопроцентно показательным для данного аппарата. 2300 единиц урона, 2 уничтоженных соперника, но все это, к сожалению, не позволило нам победить. Ну и, соответственно, выйти, выйти с героически поднятой головой. Но даже из поражения можно выйти с поднятой головой, потому что занимаем первое место в команде по урону с существенным отрывом от наших союзников. Как обычно, похвалим наших союзников за участие в данной катке, ну и, безусловно, ставим лайкосики нашим соперникам, потому что они себя показали достойными соперниками, ну и, соответственно, заслуженно получили свою победу. Ну что, отправляемся в следующий бой и попытаемся, может, чуть лучше его реализовать, что ли. Поехали, друзья мои. Следующая катка. Едем на линию тяжелых танков. Там нам, в принципе, и место. Да, и плюс к тому, с его вялой подвижностью ехать куда-то очень далеко, как правило, крайне стрёмно, потому что за время своего передвижения вы можете, ну, очень большое количество разных событий в бою пропустить. Ну, а, соответственно, без вашего присутствия там неизвестно, чем дело закончится. Что касается времени сведения, что касается точности. Время сведения, как вы видите, тоже не фонтан. Пока сведешься, пока выцелишь. В общем, только то и дело, что надеешься, что за это время в тебя не прилетит. А поверьте, прилететь может. Единственное, что против вас должен быть соперник, который не пожалеет зарядить голду. Ну и, соответственно, соперник, который понимает, куда, в первую очередь, необходимо выцеливать. Ну и, соответственно, изначально будет пытаться туда целиться, а не выискивать по ходу слабые места в этой машине. Что касается урона за выстрел. Хороший, классный урон, вопросов нет. С учетом времени перезарядки орудия, все довольно-таки приятно. Вообще, машина, как я уже сказал, предназначена для того, чтобы играть на расслабоне, не сильно куда-то торопиться, не то, чтобы не находиться в гуще событий, но, приехав в эту гущу событий, стать тем, кто зарешает там полностью все. Имеется в виду приехать, упереться в соперников, ну и, соответственно, испортить им настроение своим присутствием. А поверьте мне, данная машина действительно настроение умеет портить. Сейчас попробую закинуть фугас ради интереса. Жаль, я попал прям в орудие и, соответственно, урона нанес меньше, чем потенциально мог нанести. Но, так или иначе, в целом, хотя бы не меньше, чем нанес бы изначально базовым снарядом. Так, получив портину, как вы видите, до сих пор я не имею ни одного пробития, но за время боя получил уже несколько рикошетов от брони, которая здесь действительно присутствует. Спасибо большое за голдовый снаряд, пытаются выцеливать. Блин, ну как же ж так? Чего ж ты не светишься-то? Маловато обзора, ребят. Из-за этого сам себе его подсветить и не могу. Так, попытаюсь сейчас как-то так, вроде бы, как бы грамотно за камешком проскочить. Блин, ну сведение, конечно, оставляет желать лучшего. При этом, кстати, ребят, орудие очень даже точное. На дальних расстояниях вполне спокойно можно выцеливать, вполне спокойно можно забрасывать. Это действительно очень круто. Не так уж и много тяжей в нашей игре обладают настолько точными орудиями, с учетом альфы, которые могут закидывать. Так, вот сейчас мне необходимо очень быстро попытаться отвалить. Хотя я сомневаюсь, что у меня это получится уж крайне-крайне скудная подвижность у нас. Но вроде бы спрятался от ПТшки, вроде бы в бортину получить уже не должен. А значит могу ехать дальше. Блин, не успел, не успел. И, кстати, вот такие игровые ситуации довольно частые на КВ-5, потому что ты вроде бы пытаешься на 100% быть уверен в том, что попадешь в своего соперника. А за это время либо он куда-то отваливает, либо его забирает кто-то другой. Очень хорошо. Очень хорошо отыграла броня в данной катке. Ну, по бортам, понятное дело, башни пробивать будут абсолютно легко, потому что борта у нас, как правило, не настолько хорошо забронированы, как лобовая часть башни. Ну, а в целом не отворачивайтесь и будет вам счастье. Что касается нашего победного боя. То здесь у нас 2880 единиц урона, 2 уничтоженных соперника, знак классности второй степени. Что касается результатов нашего фарма, то 74 с половиной тысячи голды. Ой, господи, голды, если бы серебра. Но, ребята, это с учетом того, что активирован прем-аккаунт. Если бы прем-аккаунта не было, то, соответственно, было бы 70... Ой, блин, заговариваюсь совсем. 48 тысяч с серебром. Что я лично считаю для восьмерки очень даже годным фармом. С учетом того, что получаешь ты этот фарм, я бы сказал, на расслабоне. Мы занимаем в очередной раз первое место в нашей команде по урону. Только в этом бою мы уже победили. И за это благодарим наших союзников, которые круто себя показали. Ну, а что касается КВ-5, то пока я лайкую наших соперников и союзников, я хотел бы отметить, что машина продолжает быть годной. Машина продолжает быть играбельной. И вопрос просто цены, за которую вы готовы взять себе КВ-5 в ангар. Я бы его взял себе за голду, за 5,5 тысяч в голом состоянии вообще не думая. Ну, а в составе какого-нибудь набора за 7,5. Что касается 15 тысяч голды, теоретических, почему так говорю, потому что 15 баксов можно порой обменять на 15 тысяч золотом. По тысяче золота за 1 бакс. То за такие деньги этот набор я брать однозначно не рекомендую. И рекомендую все-таки доложить 5 баксов и купить себе набор с киберпонедельником. Он гораздо выгоднее. Ну, а КВ-5 вы всегда успеете купить тогда, когда он появится на прямой продаже. Где-нибудь на летнем или зимнем аукционе. Или, возможно, в магазине в составе какого-нибудь более интересного набора. Я побежал снимать специально для вас. Ну, а вас в очередной раз хочу попросить подписаться на канал с целях его поддержки и продвижения на платформе. Спасибо большое за просмотр. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok